Сегодня полномочным представителем президента в Южном федеральном округе было, в общем-то, совместно с губернатором располагалось дано поручение привлекать теперь к работе по погашению задолженности наших правоохранителей. Коллеги, я вот теперь могу вам абсолютно открыто сказать, то есть вопрос переходит в своем решении немного в иную плоскость, и те, скажем так, наши решения с вами совместные, которые принимались на административном уровне, в общем-то, либо они будут исполняться, либо вопрос будет уже теперь решаться по-другому, и от нас, даже от нас уже завести это не будет решение. То есть я вам сразу говорю, то есть повышается на самом деле ответственность, серьезная ответственность, это повышается. И для нас, для нашего города, то, о чем мы говорили в прошлый раз, и было подтверждено сегодня, в принципе, не меняется ничего. То есть 15 апреля, окончание топительного сезона, мы с вами должны выйти на ноль. Принимайте это к сведению, как императив, который невозможно изменить. И сразу говорю, если у кого-то сегодня это обсуждалось, что на совещании будут возникать желания банкротить компанию и таким образом уходить от ответственности, то не забывайте о наличии уголовной ответственности за преднамеренное банкротство. Я вас еще раз, коллеги, призываю отнестись серьезно. То, что мы с вами собираемся и обсуждаем, это не так для того, чтобы на прессу выступить или, скажем так, самоуспокоиться. Я специально сказал вам про уголовную ответственность, потому что мы до тех пор, мы вот с Анатолием Николаевичем обсуждали, когда он мне предлагал, давай, говорит, спокойно, пообщаемся, не будем прессовать никого. Но я сегодня поприсутствовал в области, я видел отношения и подход, как сейчас теперь устраивается работа в этом направлении. У нас другого теперь варианта просто нет. И я вас уверяю, что мы теперь не будем с вами спокойно, коллеги, разговаривать. Всех тех, кто не исполняет графики, я хочу сказать, у всех есть подписанные графики, вы подписывали, вы обязательно себе обязательства исполнять погашение задолженности. Я не хочу выступать там перед губернатором, краснеть и отдуваться, потому что вы, по сути, присвоили деньги в большинстве своем. Я не говорю про всех, но те, у кого есть долги, кто их не гасит. И теперь, получается, переложили свои проблемы на плечи местной власти. Поэтому давайте так, вот я специально Андрея Юрьевича попросил сегодня поприсутствовать здесь нашего прокурора, потому что и на областном уровне сегодня была поставлена задача перед правоохранителями. Я еще раз просто повторю, что вы прониклись этим чувством. То есть теперь мы не будем собираться, мило беседовать. Теперь будут так, жалобы, заявления, возбуждения в уголовные дела и самая-самая строгая ответственность. Все. Сейчас закончены процессуальные проверки. По двум предприятиям в ближайшее время будут возбуждены уголовные дела. Это в ближайшее время. И это касается всех предприятий, которые имеют просроченную задолженность. Делайте выводы, принимайте решения вам дальше жить и работать.